Добрый вечер Добрый вечер Как вы там? Да слава Богу, боли Я сегодня в церкви стоял и думаю Вот Петр-то, апостол-то, пришел бы сейчас к вам-то И возложил на вас руки-то, и вы бы встали Куда бы вы пошли? Да к вам куда? А вы знаете, многострадального пимена, там, житие-то, как пишется Их положили в отдельный там какой-то Ну они двое лежат и друг с другом разговаривают А у монахи там не очень-то за ними Один говорит, вот если бы я был здоровый, я бы за тобой так ухаживал И он помолился, помните, он встал Ухаживал, а потом забыл и опять пошел, как все монахи куда-то И сразу слег, рядом опять лежит Я часто думаю об этом, иной раз И я думаю, говорю Богу, Господи, ну если погибешь, я детей возьму из детдома А потом думаю, не приведи, Господи, вот лежу, не надо мне ничего больше в этой жизни Никаких мне этих самых испытаний, вот достаточно с меня Да Игнатихич, да я по делу звонит, че Давай Вот, для начала, что хочу сказать В общем, по mail.ru Вот, вы набрали столько людей, столько друзей у вас в mail.ru А не активно там ведете себя Надо видео там выставлять Я выставляю, но редко, потому что я им всем указываю, куда идти На форум Вот указывайте, а люди-то не идут Указаний мало, люди не идут туда Вот Потому что уже друзей там под 7 тысяч А надо поактивнее на странице Люди смотреть будут Вот по этому поводу я звоню Значит, такой вопрос Это к Володе Володь Да Какой камера, как называется камера вот эта, что снимаешь? Панасоник Панасоник, а? Номер есть у нее какой? СДР Че-то H20, ну, тут по-английски я точно Ну, тебе дать выключительное стекло? Да нет, просто я не могу правильно произнести Ну да, я произнесу тебе Надо, знаешь, не произнести, а надо записать номер и мне скинуть на mail.ru или вставка Ну ладно, на mail.ru запишем, ладно А то и так Мне сейчас нужен Ну сейчас и так, mail.ru Сейчас мы с тобой разговариваем Вот он, вот здесь Ну-ка, давай Панасоник Панасоник Я не вижу, поближе ко мне Выключительное стекло не помогает Ну давайте я запишу Первое C ДР С это как Клюка Д это Английское И Р Английское А потом H-H20 Н Русское 20 Я так не запомню У меня память древая Ну я напишу потом Напишу После окончания разговора Тут такое у нас Это Случилось дело-то Володя Ты мне подсказываешь Еще не так скажу Давайте Мы теперь уже Почти уточнили Выезжаем отсюда По всей вероятности 27 мая Все зависит от Виктора Николаевича Савченко Он в деревне Он учитель И как сможет он Ну и Переговоры уже прошли Если 27-го мы выйдем То нам нужно Теперь у нас неопределенно Болгария и Румыния Не могу никак узнать Вошли они Или вошли в Шенгенскую зону Они третий раз подают Их не принимают И причина та Что слишком много от них мусора И много преступников Я в прошлом году На них и обжегся Мы вошли-то когда Через Сербию То думали они в Шенгенской А нет Там написано было У меня выписано Но оказалось нет Если они Не в Шенген Тогда мы там можем Дня три Поездить За Москвой По Смоленской Там А если Это уже Шенген Или даже наоборот Нам нужно Пятого числа Мы закажем На пятой Визы Пятого июня Пересечь Шенгенскую зону И уходим на Грецию Ну а дальше там проще Там Через Пролив Море И В Италию Вот так Это понятно Это Это пока Все планируется Ну да Ну теперь уже Цифры называем Тогда это мы не знали Но Еще неопределенно У нас Я думаю Вряд ли возьмут Там слишком Как вы говорите Слишком грязные Такие они Для этой зоны Ну мусора много Я читал это в интернете Вот Там Цыгане Мы проезжали Мы видели все Действительно Опасения у них есть Я был в Руку И там Очень У них очень грязно Грязнее Даже чем у нас Цыган много Грязь в том заключается Что они Мы как ехали Допустим В Азербайджане Вот они Из машин И тоже все бутылки Выкидывают И выкидывают Пока мы стояли Ну подъезжали Медленно же К таможенному там Пропуску А они там все Забрасывают бутылками Прям безобразно Это не Германия Я по какому поводу Звоню Юнать Тихщин У вас Я по ютуб Все вопрос Этот все мусолится Сколько Вы работы Лишней то делаете Сколько времени У вас уходит На вот эти Ужатия Видео ставите По несколько часов Я видео ставлю В течении 5 минут У меня загружается Ну сегодня Вечером я начал ставить Вечером И утром только К 10 утра закончил Так вот Я по этому поводу И звоню Мне нужно сейчас Узнать что у вас За видеокамера На нее нужно У вас видимо Не установлен в компьютере Драйвер Эту камеру Поэтому вы не видите На рабочем столе Файлов Я не вижу Когда они В виде скрипичного ключа Мне их надо ужать Тогда я их вижу Когда они стоят там Пирамидками Вот я хочу сделать то Что вы будете Сняли И сразу Увидели этот файл Вы его сможете поставить И на mail.ru И в youtube Сразу закидывать Этот файл Когда я буду одну Ставить Сутки одна будет Она в три с половиной раза Ужимает И я ужатую Не могу загнать Она будет ставиться В течении 10 минут Ну как 10 минут Это И не ужатая Будет поджатиться И объяснял что Ютуб сам все Ужимает Не надо ничего Ужимать там Ну вот так пока делаю У меня программисты Когда приходят Ну по каким-то делам Это вы все вручную делаете Ну Они в ужас приходят Сколько же я работы делал Не про это А другое там Разное Сверстка совсем Я все вручную делал Оказывается система Есть какая-то Поисковики Мне еще не дали Я рубил и рубил Просто за счет Сокращения Ну жалко же это время Это же вычеркнутое Прямо из жизни Время то Ну вот пока так Мне женщина одна звонила Просто поразительное Такое письмо Заказывала у меня икону Вот И такие чудеса Не часто в жизни встречаются В общем Живут они с мужем Вот Рождается у них девочка Девочка хорошая Такая прям Миленькая все Красивенькая Умненькая И она ее купает в ванной Моет ее И звонит у нее телефон Такой стационарный Телефон Она бежит Думает сейчас Быстренько Сбегаю Вот Отвечу И все Убегает А девочки И года нет Может полгода ей там Вот она убегает На 30 секунд Из этой ванной Прибегает назад А она захлебнулась Утонула Вот Ну и все Она ее И искусственное дыхание И туда и сюда И никак В общем умерла Так и похоронили Девочку эту Вот И Они с мужем В такой печали Находятся Печаль у них И они идут в храм Вот Становятся верующими Людьми Становятся такими Прямо Такими горящими людьми Вот И Господь Через год им дает Точно такую же Девочку Один в один Прямо как Вот Вылеплены И стой То есть Удивительное чудо Такое Вот она мне Заказывала икону Эта женщина Да А вот В житиях святых Есть такое Там Ухьяна какого-то Его Там Мощи что ли Везли А она Решила Что вода должна быть Подогрета На примус поставила В тазик И ребенка держит На примусе На этом вода то подогревается Я сниму что время Интересно А когда бросилась то Пришла вода то уже кипит А ребенок то в этом тазике стоит И не обварился Ничего Вот чудо какое Ну на наши глупости Чудес не наберешься Там забыла там Ей одна тоже ухаживала за святым Вот пришел к ней в дом Потом он святым то уже прославил А ребенка за водой послала А он упал в колодец И ей сказали в колодец Она говорит Пока не накормлю Никуда не пойду Накормила Пошла к колодцу Он плавает Живой И когда вытащили Говорит а как ты не утонул А вот этот дедушка Который зашел там У меня там взял на руки и держал Православная Вот Есть такая влалия она Она Вообще Все житие у нее КПД Нулевое Вот она Идет А платье длинное Она запнулась И Лучи нанесла И Лучина ей В глаз Но глаз остался живой Что-то она наверху делает Там окна потирает Окно открылось Она с которой Обрякнулась Встала и пошла И у нее подряд Вот такие вот Несчастные случаи И она живая И при том Топором рубила И ногу разрубила Там хранишка Говорит такая там Она сознание почти потеряла Но по лесу не пойду Пока дрова до конца не дорублю Вот какие люди были Это случай был три года назад Был в Турции случай Все средства массовой информации Запретили вообще говорить И печатать эту статью В каких там В каких либо Средствах массовой информации Вот и все таки Одна газета напечатала статью И статья прошла в интернет В общем Семья так же живет Муж, жена и двое детей Малолетних Девочка и сын совсем маленький И девочка там лет десять Может быть ей Вот и жена Что-то как-то неправильно Себя повела И муж берет И убивает ее жену И вместе с ней И детей закапывает Бросает их всех в яму И закапывает в эту яму А яма глубокая Метра два Глубиной На кладбище Вот Ну ночью Закопал их И все И отделался Вот А проходящий мимо Человек услышал Что были из земли Уже через неделю Через неделю Идут звуки из земли Он начал раскапывать Детские звуки Раскопал А там двое живых детей Вот Эти дети живые Рядом с матерью Закапанные Лежат Вот Они спрашивают Да как же вы Как же вы тут живете Так как же А у нас будет хорошо Тут к нам Дядя в белой одежде С бородой Длинными волосами Приходит Приносит нам воду Хлебушек нам приносит Тут Представляете По описанию Христос Христос к ним приходил Я считал Я считал В отпуск Ребенок Ребенок лежит Мертвый А когда ребенок Умер Она смотрит Возопил Возопила Ее господь Перекинул Опять в Грецию И она оказалась дома Дома в храме И священник Когда увидел А ты что здесь делаешь Как она стала рассказывать Он говорит Тогда скройся Не будем говорить Ничего Узнаем А он маленько погодя У него там отпуска Сколько или сколько Кончилось там Через год Приехал Приехал И его расспрашивает Мать Как там моя дочка Да дочь хорошо Там ребенок родился Ребенок хороший Все И это сделали Та шрепистов слышал Ну Когда А где Такая Такая там она И она вдруг тогда выходит Он ее выводит И стал Все говорить Ну его сразу арестовали Жители в городе И приговорили Смертные тайны Знаете У меня сайт то мой Популярный очень В интернете И ко мне заходит Много людей И тоже Задают Много вопросов Задают Да И вот в частности Такой вопрос Был Вот Человек один спрашивает Был ли обрезание Такого Обрезание неким Прототипом крещения То есть Когда Господь заповедовал Обрезать Еврейский народ Было ли это Прототипом крещения Такого Знаете Так это Послание к Колосину Апостол Павел Говорит Что спрашивает Может открыть Показать где Ну Если можно Человек Я сейчас скажу Я сейчас скажу И оно называется Обрезанием Христовым Обрезание Христовым Обрезание Христовым Пожалуйста Это очень просто все Делается Это Колосином 2.11 Слушай внимательно В нем Во Христе Вы обрезаны Во Христе обрезаны Обрезанием нерукотворенным Совлечением греховного тела плоти Обрезанием Христовым Написано Что Ну 2.11 И 12 А где это было Быв погребены с ним в крещении Вот и все Тут даже вопрос не надо задавать Определенная щетка Ясно 2.11 И 12 Колосином Обрезание Христовым Обрезание то было Для зимной жизни Вот сейчас Как объясняют тоже И в Израиле Вот Люди Рассказывают По обрезанию Что было Когда Шли через Пустыню 40 лет Они Не было возможности Там мыться И тому подобное И вот для этого Обрезали Чтобы Да даже если и так было Так это у Повеления Это Божье было А Авраам то еще Сколько было до этого И Авраам был обрезан Они обрезались И там Они высшие то обрезаны А новые то народились Не обрезанные Тогда был второй раз Закон дан И обрезание Думать не надо Из-за чего А по какой причине Мусульмане Приняли на себя Тоже вот такой обрет Я вот У меня 18-й том Открытый боком Там все подробно О мне описано По какой причине Мухаммад Она у него Жена была На 20 лет кажется старше Она Занималась Купечеством А он у ней Ну вот В Анифате Как у Аглаиды был Управляющий дом И вон Многое Многое слышал В поездках И теперь Теперь уже доказано Что он близок К евреям И он на слух Что брал То и записал На слух В Коране Что Мариам Сестра Мариам Сестра Моисея Родная сестра Богородицы Ну явно Что Это не совпадает Это столетие между этими Но он как слышал Так и сказал А дальше там Про Соломона Вот Дауд Это Давыд Абрам Это Ибрагим Иисус Иса А про Христа Он не слышал Что он Богочеловек Но святой Он таким Его и показал В Коране Это хорошо Данил Сысоев Объясняет Это дело Вот оттуда Он и взял Это еврейское Он все принял Принял и Обрезать стали А до этого Язычники этого не знали Хотя в Египте Это уже было Обрезание раньше Так что этим людям Кто вас спрашивал То так и отвечаете Колосин 2.11.12 Четко и ясно У нас такое еще тут Маленькое Происшествие Мы готовимся И мы решили Экипироваться Получше Вчера мы Вот с Владимиром Пошли Там где Гавриил Работает он как раз На продаже Там нужно было Взять Взять решили Новую камеру Это не наши Которые снимают А Володина Которая была Что-то там Какой-то шкив Специалист говорит Алексей Загуляев Его не могут Нигде найти Только кто-то старый Сдаст Если в нем есть То есть Хозяин это запрашивает Надо же ехать нещем И мы решили купить Посмотрели Какие Он не хуже снимает Чем этот Но дороже Чем тот Который Десять лет назад Который Молодя Снимает Он лучше Потому что он Широкоформатно Снимает Ну и навигатор Навигатор дополнительно Взяли Который По Скандинавии Потому что наш Слабенький А этот На сколько у него Гигабайт Навигатор Ну вот этот Таблкотом 4 всего Гигабайт А этот Наверно Не меньше 20 Не помню Так что Вчера мы потратились Пришли там все Вот коробочка Копейки считали Считали Так что У нас еще этот И вот Мы с него не можем На свой компьютер снять Он пригласил И он побежал туда Сегодня Но у него Снимает Все У нас не снимает Вот сейчас я Хочу дать Виктору Может быть Как-то поставить Что Не хватает У нас программы Нужно там Вот Как и на эту камеру Нужно Драйвер такой Поставить специальный Вам Вместе с этой камерой Не давали Там диска никакого Нету? Да есть Вот этот вот диск Нужно вставить И установить На компьютер его Хотите Сейчас сделаем Сергей предлагает Помощь свою А? Установить Предлагает Ну я и понял Так тащи Подожди В конце мы сделаем Так Когда отойдешь Давай-ка решим все вопросы Какие у тебя есть там Это у меня батюшка пришел Отец таким Иди познакомься поближе Ты с ними разговариваешь Там по 6 лет точно А у меня поначалу Мечта была такая Я поначалу Взялся исследовать Так вот Спиной мозг И я уже думаю Так Встану Буду диссертацию защищать По Спинному мозгу По травмам Таким компрессионным Я сижу К replaced В Краевом суде Проходит Заместитель Главного судита И говорят О О Лоткин Вы наверное Уже больше нас знаете А я процесс за процессом вел и три процесса выиграл полностью За хулу За все что было Ну, и, конечно, я слышал, о чем они говорят-то. Бог давал мне прекрасных, так называют, представителей, адвокатов. Просто прекрасных. Ну, вот так. Если бы, конечно, в медицине так было. Одно время я тоже думал, что еще узнать. И ходил по аптекам, книг не было, и записывал, что у них там написано, какие травы, от чего. А потом понял, что это не для меня. Я лучше болеть буду, чем травы искать. Мне здоровья много людей в интернете желают, а я про себя говорю, не приведи, господи, здоровью к этому не надо. Я 30 лет в этом здоровье прожил, мне его хватило. Сейчас я батюшку спрошу кое-что, а ты слушай. Ты помнишь, в Селькуле это была, Людмила-то? Что с ней случилось? Ну, она была хоккеистка, там фигурное катание на коньках. Ну, и занимала там хорошие места. Ей было уже, наверное, лет 19. И однажды на катании она как-то упала и повредила копчик, что ли, как-то, говорит, это. Ну, и где-то через месяц стала, говорит, болеть, 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 болеть. И потом ее, значит, парализовало, отнялись у нее ноги, руки у нее как-то так вот сключены. Но она может сидеть. Она на стуле сама по комнате двигается, так это у нее, тело-то у нее так это двигается физически. Но она вяжет, ей мать, была мать, когда живая, она ей спицы в руки вложит. И там пряжу ее на это, она вязала такие вот свитерки, вот как на мне, мне один такой подарил. Ша лепуховая вязала. Переписывала Евангелие в то время, почерк красивый. А как писала она, руками? Руками, мать ее посадит, я ее ручку, она сама не может ручку взять, а мать ей заложит между пальцами. Она сидит и вот так вот и пишет, и пишет, и пишет, под копирки переписывала Евангелие. Почерк красивый такой. Я переписывался, почерк хороший, мелкий. Ну, я знаю, у меня много знакомых инвалидов, но травмы у всех, тяжесть, травмы разные у всех, вот, есть полегче. Тут с такой травмой, как у меня, не живут, это вот тоже, можно сказать, чудо такое божье. У меня же семь позвонков, врачи просто смотрят, руками разводят, как ты живой-то ходишь. У меня вот 15 сантиметров спинного мозга, столб вот, позвоночного столба, оно просто изрезанное, как будто в отбивную отбитым молотком все. Вот человек живет, у него один нерв какой-то там, микронный нерв, зажимает позвонками, и он уже мучается страшными болями. А у меня семь сантиметров столба целого перебита, пережата. Вот, Господь, Господь дает силы, укрепление такое. Но все равно есть его и гнев такой еще, все равно не могу я побороться никак с этим гневом. Вспышки бывают такие. У него организм у вас не реагирует никак, или живот от что-то правится, ничего, это не реагирует, все искусственно делает. Да нет, почему, да нет, Игнати, еще вы неправильно поняли, это у меня трубка вставлена, у меня мочевом идет сильное камнеобразование, то есть камни образуются такие, вот, чтобы они не выходили, потому что они когда выходят естественным путем, они застревают там в каналах, вот, ее очень сильные боли, а мне вывели трубку сразу из мочевого, вот, и они сразу из мочевого выходят, камни. У меня коллекция, целая коллекция камней есть, и они прям разных цветов такие, я как этот, как царь горы какой, с камнями весь. Так, а вот сегодня во всем где-то в мире, где, ну, не в российском, а может других, нигде этого не делают, чтобы восстановить как-то искусственный позвоночник-то это, чтобы, это звено, нет? Нет, не когда врач, вот у нас в Воронеже есть такой, такой, самый известный, он армянин по национальности, вот, табачников фамилии, он мне сказал, сейчас медицина достигла таких высот, что могут отрезать голову, отрезать и назад пришить, и будет человек функционировать полностью, вот. А чтобы спинной мозг как-то восстановить, нереально, это просто не дается медицине. А разве, разве в этом счастье, чё, что, как у Серафима Сановского, он говорит, и можно и весь век в яме с червями простоять. И вот, действительно, я же, я это и подтверждаю, что я готов, я за такую милость Божию готов и сто лет лежать, чё, что-то. А это Людмила-то, ты не помнишь фамилию? Серенкова. Серенкова. Вот. И я с ней переписывался долго, и она говорит, я-то была неверующая, а сейчас бы сказали вернуться, такой же здоровый будет, ну, так и неверующий, я бы не согласилась. Да, я подтверждаю. У неё, как-то поклонников много было, говорит, я же была, говорит, какая красивая, стройная. Она заболела, мне, говорит, что только не делали, мне, говорит, на ночь на муравейник ложили, большой муравейник, на муравейник, чтобы ворови кусали, что же это будет. Потом её там пчёлами обкладывали, чтобы пчёлы кусали, там, что только не делали, говорит, с собой, но ничего, говорит, так. она всегда радостно веселая приду когда я служил там приду чего-нибудь до того станет тяжело как-то душевно пойду к ней поговорю с ней от нее уходишь вы как-то воодушевленный такой вновь и выздоравливаешь духом мы с Сергеем также давай это наверное я попробую через виктора сначала вас не буду тревожить что он сможет поставим этот диск и он возьмет на себя управление у вас даже тяжело и думать что вас все время просим и делают тревожить я же сам зашел я же сам предлагаю ну ладно мы сделаем диск раз есть а почему не сказал Габриил то что диск поставит не знаю у вас и на ту камеру понимаете вы и поэтому из той камеры не можете устанавливать видео что у вас не стоит вот этот вот установочный диск не поставлен у вас а что нам нужно поставить то тоже на mail.ru скинь нам и как я скину вы мне номер камеры сначала даете номер камеры сейчас 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 ну так что отходить буду или что не давайте сейчас минутку я сейчас в mail.ru зайду давай сюда это молоде я сейчас пишу камеру туда под подставь поближе и ко мне сейчас это твоя камера ты разве это он про новую говорить нет sdr h20 sdr сейчас это мы сейчас сделаем подожди-ка я не сразу найду где это d r дальше h20 h это мне где-то вот здесь h20 сказал я а уходи сюда что ты не слушаешь то давай доктор давай сюда поближе да да d r 2020 а то что у меня такое ты можешь наоборот смотрел 50 может какая-то история лагашина вещь 20 а чем наушник это зачем 20 плотную к ней молодяр да кто его знает плотную плотную нет это неважно нет ни там не вплотную ну вот так смотри отослал таймвивер включайте таймвивер включать нет да конечно ну давай попробуем мы никогда не показывали еще как это делается перехват на нижнюю а верхняя видимо она всегда одинаковая 571 а внизу 4165 он сейчас будет из воронежа управлять у меня здесь смотри вот она вот она видишь курсор 4165 да 4165 сейчас тронется он возьмет на себя управление смотри ну все наверно вроде или еще оставить еще не знаю давайте смотри вот он взял представь себе чудо какое краснодар этот воронеж знаешь где и вот оттуда все руководит вот сейчас он нам диск этот ставить или нет нет пока не надо сейчас я с этой посмотрю со старой камерой с вашей ну давай ну все равно хоть как там уставили же делали а вчера мне и говорит я мешаю разговором то не не отец Сергий Дудин то и говорит за вас за меня взялись там какие то он называет их им сильно понравилось как отвечал Невзорову и они говорят ваши сейчас ролики где то там распространяют я ничего это не обращаю внимания но вот услышал такое а вот это что 301 то выставили то говорят ничего особенного нет это они иногда проверяют там не сами ли люди искусственно надвигают у меня внезапно стало по всем роликам подниматься кверху это вызвало подозрение что для того чтобы рекламу хорошо продвинуть надо чтобы я вошел число первых подвинулся до этого нужно больше посещаемость как будто бы так объясняют ну и везде засушили можете я не знаю на сколько они но где меньше 300 они там не трогали примерно 30 вот этих вот везде подровняли 301 не знаю не я понял все там как все как надо и дело то есть это не хакеры я там власе это я нашел дальше посмотрел ты его посмотреть там роликов столько ну посмотри бы мне его хотели власе его никогда никто не тронет власе он соловьи там светочки в головку поцеловать да 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 это вот так все и он стоит там соловьи не поют он говорит лягушки зато хвакает на берегу там стоит и все это колокола и храмы и прочее он не знает что в мире делается совершенно но он знает что из-за него держится земной шар и правильно ось наклон имеет по отношению к солнцу звезда за звезду не сцепляется вообще совершенно отстранена от жизни вставляйте тот диск вставляйте от новой камеры выключай тогда от новой камеры сюда диск вставляйте Володя положит аппарат выключить гонки что они что об